Итак, с вами Добга, продолжаем играть в Кайзер Шизу, за Россию. Продолжаем идти к пути приведения Николая Второго к власти. У нас тут все еще не все так хорошо, но мы уже начинаем потихоньку восстанавливать нашу империю. И я планирую, наверное, в этой серии Кавказ себе забрать примерно, здесь доделать все дела. И скорее всего с Танцфамуром тоже что-нибудь будем делать. Что ж, поехали, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же начинаем. Ну и судя по всему, Ласову все, конец. Тут, да, и по заводам получше все, я так полагаю, да, по армии тоже. В общем-то, допрыгался Ласов. Начинается война в Болгарии, можно было бы какие-то добровольцы отправить, но я думаю, в этом не особо много смысла, опыта нам так хватает. Так как бы, господи, 0,74, посмотрите, это жесть. У нас на России просто какой-то безумный прирост опыта и скидок безумное количество. Мы реально просто в 38-м исследуем все доктрины. Я также обнаружил, что у нас есть неплохой конструктор самолетов, атака, маневренная дальность. И у нас уже производятся самолеты. Только тут, видимо, после загрузки сейва резина отвалилась. Тем не менее, они были уже неплохими, потому что здесь стоят орудия. С 1936 года мы делаем самолет с орудием и уже с 24 атаки. В принципе, мы можем сделать вот так. Держим, держим, тут надо перед этим апнуть. Наверное, вот с новым движком. В орудии все вот так вот делать. Ладно, тогда давайте сделаем просто вот так. Наверное, все-таки не хочу я ставить два двигателя, это слишком дорого. Но мы можем накинуть нам либо пластины, либо топливные баки. И я бы, наверное, накинул все-таки пластины. Чуть лучшую версию самолета. Начал бы уже производить с плюс концерном. Будет намного сильнее. И мы тут потихоньку своим штабом доделываем все. И, по-моему, следующий фокус, да, полностью исправит все проблемы. И даст нам, наоборот, пафы. Наша ширина фронта минус 10%. Господи, это же суперсильно. Этим мы определенно воспользуемся. О, Кубанская Народная Республика закончили они здесь. Супер, теперь мы можем спокойно сделать свои собственные приказы здесь. И наши танки тоже. Куда мы их отправим? Куда-нибудь вот сюда прорывом. Они у нас средненькие. Но сами все легкие танки тоже, на самом деле, не такие плохие для старта. У них в самом старте улучшенная малая пушка. А если что, это вот здесь вот появляется. Вот она улучшенная малая пушка. Но у нас всегда была на старте, так что мы ее со старта строили. В общем, это не самые плохие танчики. Мы их куда-то потом еще приспособим. Кстати говоря, умер Корнилов, но нам в целом плевать. Но не плевать на то, что мы можем сейчас взять и на Кубань напасть. У нас тут есть еще Минский договор. И я здесь Кубани не вижу. А значит, мы можем спокойно взять и подавиться Кубань. Начинаем рассылать агитаторов. Она погрузилась в хаос. Сходит, но вроде... По классике, скажите, наша марионетка. Это марионетка. Почему же тогда я не могу сделать общий фронт? Правда. И туркинстанское ханство само на нас напало. Это действительно неожиданно для нас. Ладно. Давайте тогда сюда сейчас отправим войска свои. Я собирался сам на них нападать, но они решили не ждать падения и привитивный удар нанести. Ладно. У нас в принципе все это устроит. Перебрасываем, конечно же, войска. Ну и как переброситься, опять идем в наступление. А вот у нас уже второе авианосце есть, но мы, конечно же, будем делать уже третье. Исследуем еще также некоторые морские тихие. В частности, я бы хотел вот эти вот батареи все сделать. Потому что они очень хороши. Но там дальше посмотрим. Это где-то на Кубань. А. Неловко получилось. Ну, ладно. В целом... Сейчас еще Сибирь объявит войну. Будет забавно. Но, несмотря на все это, мы все равно со всем этим можем справиться. Так что я не волнуюсь. А, да. Вот нас еще и атакуют. Давайте сюда авиацию все-таки подведем. И... Будем какие-то бои начинать. Стаб у нас все время полностью... Преорганизован. Все отлично. А в Барге Германии только... Все еще висит. С ним особо ничего и не сделать. Можем в Севере на Восток пойти. Но прямо сейчас нет. Я очень хочу побыстрее экономику решать. А она у нас... Не то, по-моему. Стабилизация. Вот. Год, ноября. В ноябре мы сможем уже... По-моему, сделать противокусы отлично. Я думаю, модернизируем мурманские верфи уже. Потому что эсминец как раз будет 2-17. То есть успеет пройти. И два года мы опередим. Сделаем эсминцы. Начнем уже их строить. Конечно, им нужны будут хорошие сценарии. Желательно еще радио. Так, здесь уже, ребят, отправляем в наступление. Здесь тоже. И танки наши. Так, кстати. Остановить тренировки флота. У нас появится горючая, которая сейчас у нас... Немножко в минуса уходит. Отлично. Теперь мы можем наступать. О, полное восстановление. Нравится дебаф последний. Плюс стабильность, плюс политка. Супер. Может еще? Нет, скажем, военную экономику мы поставить не можем. Хотелось бы мне сейчас сюда пойти, но ладно. Заделаем уже мурманские верфи. И потом уже займемся фулл экономикой. У нас, кстати говоря, и производители вооружения очень классные. Есть 10 атаки, а 10 прорыва. Есть еще противотанковые атаки. Это нам очень кстати. У нас тут два бафа на исследование. Зарашиваем побыстрее винтовочки. Будем производить их под концерном. А еще мы, с уверяем, сейчас очень много выкачаем. Во-первых, опыта для доктрин. Это и так понятно. А самый главный опыт для генералов. Это, на самом деле, будет очень приятно. И вот, ханство уже капитулировало. Нам немножко снаряжение было. Приятно. Кроме того, территории сейчас уже начнут набирать подчинение. Пока что везде гражданский надзор меня, в принципе, наверное, устроит. Потому что Тургменистан мы будем реинтегрировать. Трант мы тоже внезапно будем реинтегрировать. Нам нужен максимальный прирост подчинения в этих территориях. Война только. Там немножко цель-сопротивления будет побольше. Поэтому стоит сейчас перебросить сюда своих агентов. Верфи модернизирована. Теперь можем пойти либо вот в эту ветку, либо в правую. И, честно, я вижу, насколько вот эта ветка сильная. И да, мы сюда и пойдем. Тут максимальный эффективность. Потом еще объем, скорость роста. Поехали сюда. Теперь ячейка будет в самом начале. А тут непонятно сюда. Вот здесь как будто. Вот здесь. После веры, еще модификатор целая промышленность. Но я не очень понимаю, как, что с ним сделать. Он как будто сам потихоньку проходит. Непонятно. И вот они на шестнице за 62 дня. Всего лишь отлично. И вот мы уже что-то реинтегрируем. По крайней мере начинаем. И сказал, распрощение очень хорошее. Дон Кубанский союз со всеми своими марионетками. Также вернулся на большую родину. А, конечно же, у Дона это реинтеграция. Сделаем сейчас ячейку. Получим макс эффективность. Очень жесткий баф. И после чего я бы, наверное, пошел в враг на востоке. Нам было бы неплохо с Дальним Востоком все порешать, как говорится. Может, здесь-ка, предложение по Трансамуру сделать какое-то. Либо можно просто его захватить. Конечно, я думаю, мы его постараемся захватить. Дальше по Японии посмотрим. Наверное, Японии мы займемся, когда флот восстановим. И, кстати, блин, вот это бы пропустилось бы, потому что Алашской республики, что Туркестана просто уже нету. Ну, ладно. Можно, кстати, вот эту армию уже вернуть обратно в Восток. Так что, да, давайте враг на востоке поехали. И Унгер Штернберг это парень из Монголии за прошлое-то оружие. Смотрите-ка. Защитить Монголию от врагов. Монголия, наш плодор в Китае. Возможно, лучше оставить его лояльным к нам. А, насколько я понимаю... Они что, выбрали? Российская... Они выбрали путь России? Ага. Просто я что думаю, это-то круто. Но потом-то... Они же не отказались от расширения. Потом они получают аннексию против нас. Так что, нет, 5000 пехоточки... Не надо, я не буду давать, конечно. Можно начать развитие промышленности. Кстати говоря, у нас новое решение. Фабрика, фабрика, фабрика. И типы, которые дадут нам плюс платы там. Очень неплохо. Промышленность наша просто расцветает на глазах. Военная пока что нет, но с военной спешить пока некуда. И он победил монголских повстанцев. Круто, но опять-таки... Я вижу его фокусы. Он объявит нам потом войну. Он не присоединится к нам. Так что в этом мало смысла имеется. Я думаю, новое духовное направление сделаем. И я только что увидел, у нас есть... Советник на ночную наземную атаку плюс 50%? Что? Посмотрите, насколько это безумный советник. Вообще, в принципе, советников очень много уникальных. Это круто. И... Ну, господи, посмотрите на этого. Это просто... Жив и готов служить правительство. Это очень страшно. Но он суперсильный. 50 атаки ночью. И 10 штрафов за местность. Ладно только это. У него еще и укрепленность есть. Ну и, конечно же, опыт. Сколько же это гигачадовский гигачад просто. Так, ну а мы что делаем? Захват Рансамуран. Снимаемся. И политку копим на вот этого гигачада. Потому что это безумно сильный советник. И я думаю, пора-то делать нашу дивизию. Тут разведка стояла. Интересно. Делаем вот так. У нас артиллерии не хватает. Вот эта артиллерия уже была в дивизии, если что. Так что всего лишь немножко нам нужно будет окинуть. 900. В общем, минусам это, конечно, не немножко. Но, тем не менее, лучше сразу уже видеть, сколько нам, как говорится, будет не хватать чего. И мы можем от Монголии запросить территорию. А, мы сразу забираем их. Отлично. И поехали. Через 14 дней нападения меня устроят. Только давайте установим тренировки. Будем начинать сейчас войну. Просто сейчас будет Сигирская война. Баф, дебаф. Но, надеюсь, у нас это будет бафом. А мы пока что вот сюда, я думаю, пойдем. Бафать и строить новые домики. Это очень приятно. Начнем мы, разумок, с эффективности. Потому что надо, чтобы она побыстрее набиралась. И она еще сразу будет бафаться объемом нашим. Отлично. Здесь мы скоро дойдем до батарей. Батареи, тоже, как вы помните, нам очень неплохо пригодятся на наших эсминцах. Я вот жду их начать строить, как раз таки до всех техов. И мы тут достроим еще один линейный крейсер. У нас один построен. Он, конечно, не супер хороший. Мы его немножко модернизируем еще. Но у него есть уже скорость. Второй движок. Так что, в принципе, он будет спивать за нашим флотом. Монголик, кстати говоря, сдается. А, ну это сразу они в дикторе. Армия России. А? Это я... В новый уровень шизы какой-то вошел или что? Я поставлюсь в жительство Японии. В жительство России. Мы никогда не зададимесь в Российской Республике. Бля, ну классическая ситуация. Ты, но... Я на всякий случай... Давайте, давайте, значит, что... Давайте сделаем еще вот это. Нет, давайте, ладно. Давайте сделаем еще вот это. У нас прошли. Там марионетка. Там, наверное, ивент у них не выскочил. Ты мы сделал марионетку, у них же нет фокуса. Ты верно? Ну да. Особо. Одна. Извините, трасс. Какой-то невероятный уровень шизы сейчас произошел, ну ладно. Так, тут советское возрождение, судьба Трансамура. Мы будем решать судьбы разных этих... Слушайте, о Трансамуре там это... Матим переоборудуем, вторые военно-морские разработки. Создать военно-морской передают к гражданских целей. Залезаем две фабрики, получить верфь. А, я думаю, получим две фабрики, а вот эти фабрики уже будем строить себе верфи. Наверное, я когда-нибудь, а пока что вряд ли. Судьба генералов, а можем... В этих родине отправить. Если бы судить за измену... Бля, технически-то... Мы как бы... Хотя... То это у нас тоже была республика, а Трансамуре он... Он все-таки восстал не против левых. Тут как бы левых уже и не было. Это нужно, думаю, судить их за измену. Тем более, что это повышает, конечно же, популярность, стабильность дает. Им стабильность я, наверное, не хочу показать. Полотчика мы даже не можем ничего сделать. Только судить за измену. Еще варианты есть. Так, давайте сразу возьмем себе гигачада. И вот мы модернизировали уже сельское хозяйство, получив еще себе бафы. Кстати, уже приближается время, когда мы можем начать референдум. Хотя, пока что оно еще не настало. Можно потребовать сахалин, либо сферу к процветанию войти? Нет, ну туда мы входить, конечно, не будем. А вот в Кавказ я бы хотел. К сожалению, этот фокус не пропускается. Ну ладно. Опять стабильность, в принципе, окей пойдет. Вот у нас наши новые кнопочки, фабрики. И регионам категорию, точнее, мы меняем на с большим количеством плотов, я так полагаю. Это нам выгодно. Давайте-ка на Кавказ, нужно нам нефть. Нужно возвращать теперь наши нефтяные месторождения. Ну-ка, только с дьяволом. Искать дипломатическое решение, либо турок будет все равно искать на своем. Турка с манами. Я думаю, плевать на турка. Тут нет никаких гарантий, я думаю, турок все равно будет стоять на своем. Вот мы новые винтовочки делаем, СТ-38. Посмотрите, насколько же мы пройдем себе дивизии. Да, это безумно сильно. А вот, как я и говорил, мы закрыли в СТ-38 все пехотные доктрины. У нас уже становится прям безумно много фабрик, мы еще вот эти сейчас достроим. Жесть. Конечно, пора бы уже, наверное, немножко задуматься и о других домиках. К примеру, о верфях. Я вам скажу, слотов-то у нас не сильно-то и много. Как бы, да. То есть вот здесь вот еще можем что-то построить. Вот здесь. Ну и, конечно, около Крыма. Кроме этого, реально минимум построить везде, где получится. Потому что мы должны сделать солидный флот. Вот так, на Кавказ готово. Враг на Западе в теории можно было бы, но я вижу, что здесь все страны, кроме Польши, в Рейхспакте. Значит, мы ни на кого из них напасть не сможем, напав на Германию. А я пока не готов напасть на Германию. Нам все-таки надо восстановиться. Вполне себе неплохой идеей было бы сейчас развивать всю промышленность. Кстати, стала промышленность, а потихоньку мы от нее избавляемся. Видимо, я не знаю. Возможно, от того, что мы что-то строим, не исключено. Возможно, от того, что мы делаем решение. Возможно, от того, что мы делаем фокусы. То есть этого всего правда, я, честно, не знаю. Но мне кажется, я хочу делать вот эти кнопки. Здесь выглядит, как будто у нас очень много кучи крутых кнопок, и надо их открывать. Позиция пытается принять закон об общем образовании. Нам нужно их восстановить. Я вообще не хотел бы их восстанавливать. Как бы, ну, смогут, так смогут. А вообще у меня кнопок-то и нету, считается. Ладно, давайте заниматься Горской Республикой и... Это всем этим. Поехали. Можно предложить им автономию, либо объявить войну сразу же. Ну, я думаю, мы пойдем по простому пути. Нам все эти ресурсы нужны в прямое владение. Конечно, сил у них сопротивляться, но, считайте, нет. Сейчас мы вот этих ребят тоже заберем. Я не вижу, чтобы хоть кто-то гарантировал их независимость, либо что-то в этом роде. Ладно, стоит все-таки взять вот этот фокус тоже. Объемы там, потом скорость роста. Все-таки промочку очень хочется. Кнопочки на фабрике тоже, слушайте. Приятное, невероятно. У нас 150 уже фабрик. Господи, мы просто невероятно растем. Мы уже, да, переросли в Германию. Да и по военным заводам у нас все тоже неплохо. Да, промышленность России здесь, конечно, безумная. Просто после верфей мы, конечно же, начнем строить военные заводы. Ну, судьба. Интегрировать, конечно же. Время на Грузии. И грузинский вопрос должен быть решен. Попрекли мы в Центральной Азии. Впрочем, мы что-то поменяли, ничего не поменялось, как говорится. Можно сделать пророссийский переворот. Там есть какие-то фокусы у таких людей. Переворота. Пастя. Мне кажется, это не наш переворот. Кашвили. Нет, я думаю, здесь наших особо интересных нету фокусов. Так что я думаю, это по-простому будет. Тут с верой, с поддержкой Германии. Говорится, Германия, увы, в мирных решений не будет. И давайте пойдем вот сюда. Просто эффективность, стабильность. И затем еще стабильность сверху. И исследование. Исследование, конечно же, очень приятно получается. Особенно учитывая то, что мы идем во флот, и у нас очень много техов нам на самом деле нужны. Итак, Грузия пала. Отлично. У них, кстати говоря, еще был небольшой флот. Конечно же, заберем. Но он, к сожалению, останется уже, я так полагаю. А нет, он, смотрите-ка, попался прямо сюда. Отлично. И мы тут достроили наш еще один линейный крейсер, что, блин, меня очень радует. У нас осталось сосед чуть-чуть до универсальных батарей. Давайте пока построим просто конвоев. Я тут еще и, скорее всего, еще были новые линейные крейсеры буду строить. У меня новые есть тяжелые корабли. Но пока конвои. Линейные крейсеры, потому что мне тоже хотелось бы поставить лучшее орудие. И давайте по Грузии. Это интеграция, конечно же. Сейчас будет политка на Баку. Баку мы, конечно же, снимаем. И судьба Лория интегрится. Интегрирует уже. А еще у нас другие интеграции тут готовы. Поднялось уже подчинение. Господи, сколько здесь кнопочек есть прекрасных. А еще есть политическое действие объединения России. Придет Россию к величию. А насчет Сената. Пора нажимать эту кнопку. Итак, можем взять под контроль либо гарантируем независимости, либо, я думаю, мы просто по-простому заберем то, что принадлежит нам, как говорится. Ну и делаем вот такие вот эсминцы, дорогие. А, нельзя делать два саннера. Жалко, жалко. Можем поставить так, но вообще, я бы, наверное, поставил сюда радары. Которые у нас, к сожалению, еще не исследованы. И, вообще-то, некоторые упущения. Радары нам нужны. Мы делаем наши вот такие вот первые эсминцы. Стараемся их побольше подстроить. Они, конечно же, пойдут в Балтийский флот пока что. Это сад османа. Помните, нам предлагали, может, с османами договориться. Осман уже мертвая империя. Они раньше были больным человеком Европы. Я думаю, скоро будут прям такие мертвые. Что-то бы еще, конечно, завоевать. А то как-то оно прям на пороге, да? Зависимое государство. Ну, ладно. Все, что я думаю, на этом можно подзакончить нашу серию. В следующем мы уже делаем референдум о оставлении монархии. Да, должны играть в как раз-таки следующей серии. И будем приводить Николая Второго. На самом деле, это был Дубг. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, лайки. Все, как обычно, ребят. До скорых встреч. Пока.